Новый энергетик для геймеров, который повышает скорость нажатия на кнопки и обостряет зрение, выпустила одна из компаний, разрабатывающих компьютерные игры. Неконтролируемое употребление стимулирующих напитков грозит серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до потери зрения и слуха. Но коктейли, вопреки запретам, продолжают продавать подросткам. Как они влияют на организм, на себе испытала Елена Ерофеева. Смотрите наш специальный репортаж. Это сегодня Андрей Мурзинский, чтобы взбодриться, выбирает спорт. Раньше, когда организм требовал сна и отдыха, он пил энергетические напитки, пока однажды не впал в кому. Его спас 10-летний сын. С ночной смены пришел домой. Одну выпил, вторую выпил, третью не допил, отключился. Пришел в себя в больницу. Он пил коктейли на алкоголе. С 1 января их производство и продажи в России запрещены. Но производители пошли на хитрость. Из состава убрали привычные тонизирующие компоненты – гуарану и кофеин. Теперь напитки формально не под запретом. Хотя на банке по-прежнему написано «энерджи», то есть энергетический. Применение закона на практике на сегодняшний день нереально. Получается такая коллизия. Запрещено, но непонятно, что запрещено. Определить, что конкретно запрещено, должен некий перечень с указанием всех известных тонизирующих веществ. Разработкой этого документа сейчас занимается Роспотребнадзор. Коктейли тем временем в продаже. Не снимай, я тебе сказала. Подожди, тихо, тихо, тихо. Вы, пожалуйста, камеру не трогаете. Вы почему продаете алкогольные напитки? Уберите камеру. Хочу и продаю. Что значит, хочу и продаю? Не хочешь, не покупай. Но вредны не только алкогольные энергетики. Безалкогольные – не меньше. Проводим эксперимент. Отрезаем два куска говяжьей печени. Один помещаем в чистую воду, второй замачиваем в энергетике. Вот эта печень здоровая, а вот печень, которая была в энергетическом напитке. Клетки печени разрушены, она меняет цвет. Так выглядит цирроз – неизбежное следствие частого употребления энергетиков. А еще запредельное содержание сахара. В 100 граммах – 5 чайных ложек. Он ведет и к привыканию, имеет наркотические также свойства. И в то же время он не дает человеку энергию. Страдает печень, поджелудочная, нервная система, сердце. Если залпом выпить несколько банок энергетика, пульс из нормального – 73 удара в минуту – взлетает до 120. Попробуйте свой кулак 200 раз в минуту сжать. Вы довольно скоро перестанете это делать, перестанет функционировать ваш кулак. То же самое и с сердцем. Когда оно начинает работать очень часто с большой частотой, падает его эффективность, и сердце перестает качать кровь. К тонизирующим напиткам часто прибегают водители, когда долгое время приходится быть за рулем. Вот еще один эксперимент. После энергетика внимание рассеивается, ощущение дистанции теряется. Да куда ты едешь? Ой-ой-ой-ой. На графике мыслительной деятельности в момент аварии прямая, то есть водитель не осознает, что с ним происходит. При употреблении энергетических напитков, особенно в большом количестве, эффект восприятия дорожной ситуации у человека очень схож с состоянием алкогольного опьянения. Эффект бодрости проходит быстро, сменяясь резкой усталостью. Так что пить энергетики никакого смысла. Чтобы взбодриться, врачи советуют съесть плитку шоколада. Результат тот же, вреда меньше. Елена Ерофеева, Ольга Аленькина, Виктор Приходько, Павел Костриков, Дмитрий Манышев. Вести.